Добрый вечер на телеканале нефтихим новости. В студии для вас работает Айрат Салимов. Сегодня мы расскажем вам о том, что значимо произошло в Нижнекамске не только. И как всегда в начале коротко о главном. Очень много молодых людей, которые употребляют алкоголь и не только алкоголь, но и наркотические вещества. В России предлагают ввести сухой закон. Узнаем, как к этому относятся нижнеканцы. Больничный онлайн. Плюсы, в первую очередь, для пациента. Почему нефтехимикам больше не надо стоять в очередях за листом нетрудоспособности, расскажет Евгения Смоленкова. Их выбрало время. Он проделал огромную работу. Все 24 проекта были реализованы. Школьники города исследуют жизнь почетных граждан Нижнекамска. Об итогах первого этапа конкурса расскажет Гузель Вазиева. В Нижнекамске увеличилась реализация алкоголя. Ежедневно фиксируется множество нарушений закона, связанных с его продажей. Этот и другие вопросы были сегодня в центре внимания на совещании руководителей города. Все подробности в следующем материале. 1 октября в 28 раз Нижнекамск отметит Международный день пожилых людей. В городе запланировано около 100 различных тематических мероприятий. В этом году на эти цели из городского бюджета выделили более 2 миллионов рублей. По традиции, людей третьего возраста будут чествовать в школах. Особое внимание уделят долгожителям в возрасте 90 лет и старше. Таких сегодня насчитывается 669 человек. Пятеро перешагнули столетний рубеж. Их поздравят на дому. Кроме того, будут организованы и другие традиционные акции. Парикмахерские нашего города и района 1-2 октября будут обслуживать наших пожилых граждан по льготным ценам. А также льготы на услуги предоставят пожилым людям и городские бани. Повсеместно в течение первой декады октября для наших ветеранов будут организованы культурно-массовые развлекательные мероприятия, бесплатные концерты, благотворительные спектакли, киносеансы, вечера отдыха, конкурсы художественной самодеятельности и спортивные соревнования среди пожилых людей. Еще один не менее важный вопрос, который обсудили на совещании – это реализация алкогольной продукции и нарушения, связанные с этим. Сегодня продажей спиртосодержащих напитков в Нижнекамске занимаются 33 организации. По сравнению с прошлым годом, общее количество лицензированных торговых объектов увеличилось на 27. Что же касается объемов потребления алкоголя на одного человека, то Нижнекамск занимает последнее место. Самым пьющим городом республики названа Казань. Также были озвучены данные по нарушениям в реализации алкоголя. За 8 месяцев 2018 года в Нижнекамском районе выявлено 141 фактов нарушения действующего законодательства. Установлено следующее нарушение. 95 фактов нарушения особых требований и правил родичей продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. 17 фактов непредставленной декларации о родичей продаже алкогольной продукции. 11 фактов нарушения учета алкогольных продукций системы ЕГАИС. А также продажа алкоголя в ночное время, оборот спиртосодержащих жидкостей двойного назначения и другие нарушения. Правительство как может борется с пьянством среди населения. Горожан также призывают сообщать о нарушениях в сфере оборота алкогольной продукции на телефоны горячей линии или в государственную информационную систему народный контроль, где за каждое подтвердившееся обращение заявителю выплачивается материальное вознаграждение в размере от 1 до 3 тысяч рублей. Только за этот год нижнекамцы заработали на антиалкогольных обращениях 290 тысяч. Евгения Смоленкова, Марина Чернышкова, телеканал «Нефтихим». Борются с пьянством и на федеральном уровне в стране хотят ввести сухой закон. С таким предложением главе Минздрава Российской Федерации Веронике Скворцовой обратился депутат Госдумы Виталий Милонов. По словам парламентария, будущее страны просто утонет в гектолитрах ядовитого алкогольного зелья. Если в алкогольной отрасли не будет порядка, а пока его не навели, нужно вводить суровые меры вроде сухого закона. Мы провели опрос на улицах города, задали главный вопрос. Поможет ли в введении сухого закона избавиться от пьянства? А как вы считаете, в России нижнекамцы, конечно, много пьют? Да, считаю, что много. И очень много молодых людей, которые употребляют алкоголь. И не только алкоголь, но и наркотические вещества. Правильно, наверное. Пусть не пьют мотором. Ну, вообще, как вы думаете, в России много пьют, в Нижнекамске? Ну, не знаю. У меня баба не пьет, так я не понимаю в этом. Сыновья тоже порядочнее, Лала Шакар, не пьют. Ну, а как вы считаете, вот если бы вы, например, были депутатом, вот что вы придумали бы, чтобы не пили люди? Ну, это вряд ли поможет, конечно, кто сам не думает головой. Я так думаю. Как сам неупотребляющий, мне, в принципе, все равно. Потому что я не заинтересован в этом вопросе. Ну, я считаю, что если сухой закон ведут, пить меньше не станут. Будет подпольно, будет суррогат пить. Да и сейчас пьют немало суррогата. Ну, а что можно сделать, например? Пропаганда, здоровый образ жизни. Больше я считаю, что с детства уношать надо. Россия всегда веками базировалась на вот именно своих принципах моральных устоях. То есть алкоголь, он разлагает сознание. А если он разлагает сознание, этих устоев нет, они теряются. Если теряются устои, теряются национальные вот эти богатства моральные. А вы считаете, вообще в Нижнекамске, в России много пить? Конечно, много. Но давайте посмотрим. Вот здесь магазин. Рядом с книжным магазином, где детские книги, куда приходят родители с детьми за учебниками, за тетрадками. То есть это необходимость. Они очень часто сюда приходят. Кончаются тетрадки быстрые, ручки ломаются. Они приходят сюда очень часто. И рядом в магазине, прямо стена к стене, находится питейный магазин. Хотя мы знаем, что вот в Индии такие магазины располагаются где-то очень-очень далеко на периферии. Ну то есть надо беречь детей от этого влияния. Вообще много пить в России, в Нижнекамске, как вы думаете? Да, довольно-таки много. Надо побольше в спортивных залах открыть. И чтобы бесплатно было. Тогда люди уже туда подтянутся. А сухой закон не поможет. Элементарную историю почитать. Если сухой закон в Америке не помогло же, так же и тайно здесь будут провозить и пить. Как выяснилось, многие нижнекамцы считают, что ни один принятый закон не сможет повлиять на проблему алкоголизма. И пока сам человек не решит для себя, пить или не пить, ничего не изменится. С 1 июля 2017 года во всех больницах и поликлиниках России начали внедрять новую систему оформления листов нетрудоспособности, так называемые электронные больничные. Цифровая версия намного удобнее, быстрее, да и количество ошибок сводится к минимуму. В Нижнекамске первой начала работу по оформлению онлайн-больничных поликлиника спасения. Что изменилось после преобразований, узнавала Евгения Смоленкова. Почти год назад поликлиника спасения перешла на новый формат выдачи листков нетрудоспособности. Форма бланка не изменилась, а вот способ доставки от пациента до работодателя значительно упростился. Теперь, чтобы получить больничный, не нужно тратить время и стоять в очередях. Документ автоматически попадает в расчетный отдел по месту работы. Но это не единственное преимущество нововведения. Листки нетрудоспособности теперь гораздо легче переделываются. Раньше человеку приходилось, то есть если листок нетрудоспособности был испорчен, утерян, была какая-то ошибка, ему нужно было этот листок нетрудоспособности переделывать, идти своими ногами в ту лечебную организацию, где была допущена ошибка, либо если он был испорчен, то восстанавливать. Компания «Спасение» обслуживает работников акционерного общества Нижнекамск-Нефтехим, его дочерние предприятия, а также некоторые городские организации. Все данные о прикрепленных к поликлинике пациентах хранятся в базе данных. То есть подделать или допустить какую-либо ошибку фактически невозможно. Система установлена у каждого врача медучреждения и заполняется при первом же обращении пациента. Диагноз там не указывается. Вбиваем все данные пациента. И при закрытии электронного листка нетрудоспособности работодатель берет все данные уже из базы данных. Если же у работодателя электронная система не установлена, то больничный выдается по старой схеме. К нам прикреплено еще городское население. Есть и неработающие люди. К сожалению, Фонд социального страхования на таких людей, которые не работают или не имеют страхового полиса, электронный листоконоспособности не может быть выдан. Программа не принимает. Поликлиника спасения для удобства нефтехимиков находится между первой и второй промышленными площадками. Но есть и городской филиал, расположенный по улице Школьный бульвар. Кроме того, для тяжелобольных людей или пациентов с высокой температурой возможен вызов врача на дом. И даже на дому вам смогут оформить больничный лист. Как видите, возле кабинета по выдаче листов нетрудоспособности никого нет. Длинные, нескончаемые очереди в прошлом. А это значит, и время сэкономлено, и нервы целы. Что же касается городских медицинских учреждений, там также в скором времени можно будет оформить больничный онлайн. Система на данный момент работает в тестовом режиме. Евгения Смоленкова, Марина Чернышкова, телеканал «Нефтехим». Их выбрало время. Под таким лозунгом в Нижнекамске проходит конкурс исследовательских работ, связанных с почетными гражданами города. Школьники вместе со своими научными руководителями изучают достижения выдающихся людей, тех, кто внес ощутимый вклад в развитие города. Итоги первого этапа конкурса уже подведены, о них расскажет Гузель Вазиева. На протяжении нескольких месяцев эти ребята изучали архивы, искали фотографии, материалы в газетах и общались с самыми выдающимися жителями города. Герой, о котором Владислав Кириллов писал свою работу, сейчас проживает в Америке. Зовут его Леонид Кнубовец. Он был главным инженером проекта по Нижнекамскому нефтехимкомбинату. На связь с ним удалось выйти через интернет. Он проделал огромную работу. Все 24 проекта были реализованы. Только один лег на полку. Он очень дружелюбный человек. Он ему очень много говорит. Он мне рассказывал очень много вещей, когда мы говорили по скайпу. Даже то, что он не упоминал в своей книге. А вот Никита Степанов объектом своего исследования выбрал жизнь Николая Лемаева, основоположника Нижнекамск-нефтехима. Мы эту работу делали примерно около года. Изучали архивные документы. У нас же есть свой музей в колледже. Я там работал с кроссоводом. И потихоньку я в ходе экскурсии изучал его биографию. Звание почетный житель Нижнекамска присвоено 77 людям. Некоторые из них сегодня присутствовали на мероприятии. Рядом со мной известный врач-кардиолог Мирязева Раиса Федоровна. Раиса Федоровна, расскажите, пожалуйста, о себе, о своих достижениях. В республике Татарстан мы создали в числе первых кардиологическую службу с Кубасом Геннадьем Петровичем. И практически с нуля мы отсоединились от терапевтических больных. И через три года уже, когда занимались только инфарктными больными, смертность от инфаркта миокарда стала 10%. То есть уменьшилась на 15%. Участники конкурса провели исследование жизни и достижений каждого почетного гражданина Нижнекамска. Первый этап завершен. Грамотами отметили лучших. Сейчас юным исследователям предстоит дополнить свои работы и снова представить их к защите. Победители определят в конце года. Гузель Вазиева, Власть Семагин, телеканал «Нефтихим». На очереди новости из оперативной сводки. Не переключайтесь. Пожар за кирпичным заводом. Сегодня утром в здании за кирпичным заводом загорелся мусор. Густой черный дын напугал горожан. Горели автопокрышки. На место ЧП выехала пожарная бригада и полиция. Предположительно, поджог устроили лица без определенного места жительства. Задержан с поличным. Полиция Казани задержала в советском районе столицы 24-летнего нижнекамца. У молодого человека были изъяты около 40 граммов наркотического вещества. Он привлечен к административной ответственности за незаконное употребление психотропных веществ. Страшная находка. Жительница Нижнекамска обнаружила своего брата мертвым в его набережной Челнинской квартире. Тело 56-летнего мужчины пролежало там две недели. Причины смерти пока неизвестны. И еще одно интересное сообщение. Мы даем деньги за новости. Увидели что-то интересное или смешное стали свидетелями несправедливости? Снимайте на видео и присылайте в нашу редакцию на номер 8-987-410-37-37. Обязательно добавьте свои комментарии. Все подробности на сайте медианкнх.ру и в наших соцсетях. Пусть вашу новость увидят тысячи горожан. Пришло время рассказать о новостях производственного сектора. Я передаю слово Евгении Смоленковой. У нее самая свежая информация о том, что значимому произошло на площадках компании Нижнекамск-Нефтихим. Айрат, спасибо. Добрый вечер. Кабинет министров Татарстана объявил благодарность за многолетний плодотворный труд и большой вклад в развитие физической культуры и спорта Республики Татарстан начальнику отдела по делам молодежи и спорта акционерного общества Нижнекамск-Нефтихим Олегу Шумкову. Наряду с заслуженными врачами, работниками культуры, строителями, промышленниками Олег Павлович получил свою награду из рук главы Нижнекамского муниципального района Айдара Медшина. Наша редакция присоединяется к поздравлениям. Завод «Быка» – единственное в России производство по выпуску галобутилового каучука. Он востребован по всему миру. В последние годы завод претерпел массу изменений. Для модернизации процесса разделения выпусками продукции было установлено самое современное оборудование. Какое именно, расскажет Кира Николаева. Каучуки используются практически везде. В резинотехнической, медицинской и даже пищевой промышленностях. Сегодня насчитывается свыше 36 тысяч эластомеров. Продукция завода «Бутил Каучука» пользуется большим спросом у ведущих иностранных компаний. И чтобы она соответствовала всем требованиям, в цехе выделения и осушки в 2016 году внедрили специальное оборудование для оценки качества. На данном узле в красовании, в архетировании кружки каучука происходит браковка и контроль внешнего вида кружки каучука по цвету. Соответственно, если кружка каучука отличается по цвету, она не соответствует требованиям потребителя. И она отводится в сторону с потока. Чем и достигается требуемое качество продукции. Перед тем, как отправить готовый каучук покупателям, он проходит несколько стадий проверки. Здесь очень много параметров, которые надо держать в норме. То есть температура, давление, влажность кружки, самое главное. Оператор сушки поддерживает вот эти параметры. Ежегодно проводится очень большой объем работы по упрощению работниками цеха, также усовершенствованные технологии. Большой вклад ведется, чтобы выпускать качественный каучук. Внедренная на узле прессования кружки каучука система машинного зрения полностью заменила ручной труд. Раньше этот узел на агрегате выделения обслуживало два прессовщика. В настоящее время один. Раньше здесь стояли люди, и во время чистки они стояли, и вылавливали данные включения на потоке при чистках. На данный момент это проводится постоянно, контроль к каучуков. И человек здесь не требуется практически. Это облегчило труд и улучшило условия труда работников. Также улучшилось качество каучуков. Цех выделения и сушки бутиловых каучуков предназначен для концентрирования и сушки крошки каучука с последующим брикетированием и упаковкой. То есть на агрегат крошка каучука поступает с водой, после чего проходят три экструдера, в которых влага отжимается. Далее крошка поступает в сушилку, где происходит окончательная сушка до содержания влаги не более 0,5% масс. Данный цех, он представляет собой конечный цех. В нем рождается, так сказать, продукция в готовом своем виде. Это брикеты каучука. И важность его заключается в том, что каучук, все остальные процессы происходят по выпуску каучука в замкнутых аппаратах, закрытых аппаратах. А здесь вся продукция, она на виду, она открывается. Крошка проходит стадию сушки, брикетирования, упаковки. И далее упакованные брикеты по транспортеру поступают на склад для комплектации партий. А помогает работникам укладывать брикеты в контейнеры робот-брикет-укладчик. При отгрузке товара заводчане с помощью робота фиксируют и укладывают выпускаемую продукцию. В штрих-коде каждого брикета заложена вся необходимая информация. Номер агрегата и время выпуска. В случае дефекта можно с легкостью определить, из какой партии данный каучук, для того, чтобы исключить дальнейшие риски пересортицы. Цех работает уже 45 лет. Трудится здесь более 200 человек. Коллектив, как говорит начальник цеха Ришат Хатмулин, за последние 15 лет очень омолодился. Это хорошо. Дело в том, что цех в процессе обновления, то есть мы застали тех, кто пускал этот цех 73-го года, они его передают опыт молодежи. И те, которые приходят, это 20-25 лет, они принимают. То есть вот это преимущество из поколений, это очень хорошо. Безусловно, те изменения и нововведения, что происходят на заводе и в цехе, положительно скажутся на развитии Нижнекамс-Нефтехима, а вместе с тем и на экономике всей страны. Регина Нурмухаметова, Кира Николаева, Власть Семагин, телеканал «Нефтехим». В компании постоянно ведется работа по модернизации производств. Так на заводе пластиков освоили новую марку полипропилена. Она предназначена для производства высококачественной боб-пленки. В чем уникальность нового продукта и как новшество скажется на экономике страны? Узнавала Ася Лухафизова. Рамиль Камилович работает на заводе пластиков уже 12 лет. После того, как в начале года производители пленок вышли на контакт с руководством объединения, он вместе со специалистами завода пластиков и НТЦ принял участие в создании новой марки полипропилена. Мы совместно с НТЦ разработали программу производства опытно-промышленных испытаний. В июле провели опытно-промышленные испытания. Сейчас данная марка прорабатывается у переработчиков. Будем ждать результат испытаний. Боб-пленка – это биоксально ориентированная полипропиленовая пленка, которая предназначена для изготовления мягкой упаковки. В цехе производится широкий спектр марок полипропилена для изготовления многослойных пленок – 3, 4, 9 и так далее. Новая продукция будет позиционироваться как полноценный аналог импортных марок. Марка называется PP4222L. Она имеет повышенное содержание теленозвиньев. Соответственно, понижена температура сваривания. На данный момент выпущено 60 тонн новой марки полипропилена. Весь этот объем направлен на испытания к переработчикам. Выпуск продукции можно сравнить с приготовлением блюда. Только отвечает за этот процесс не один человек, а целая команда, состоящая из тех, кто управляет технологическим процессом, и тех, кто направляет на достижение конечного результата. Цель у всех одна – получение качественной продукции. Главное оборудование нашего отделения находится на вот этой отметке – экструдер. Там поступает порошок в полимеризации вместе с добавками. И уже расплавка стабилизированная выходит, нарезается с помощью резака, и мы получаем на выходе гранулы. Гранулы, ну, они вот нарезаются, затем попадают в аппарат осушки. После осушки под своим собственным весом попадают в емкость Т-807, и далее идет на входа от грузов. Для каждой марки при ее изготовлении выдерживается определенный технологический и температурный режим – своя рецептура стабилизации. На заводе пластиков работниками строго соблюдаются все нормы и правила, ведь каждый знает важность выпуска качественной продукции, потому что она в скором будущем позволит заменить многие импортные марки полипропилена, ибо пленку будут делать исключительно из отечественных материалов, что в свою очередь станет еще одним кирпичиком стабильности экономического фундамента страны. Айслух Афизова, Марина Чернышкова, телеканал «Нефтехим». Еще одно важное сообщение. 1 октября акционерное общество «Нижнекамск-Нефтехим» приглашает своих пенсионеров и ветеранов труда на традиционную встречу с руководством компании, посвященную Международному дню пожилого человека. Мероприятие пройдет в актовом зале Нижнекамского химико-технологического института, проспект строителей 47. Начало в 10 часов. На сегодня это все о событиях производственного сектора. Свежая информация уже в среду на нашем телеканале. А я, Евгения Смоленкова, прощаюсь с вами ненадолго. До встречи. А мы продолжаем далее в программе. Шесть матчей, десятки тысяч людей и работа 16 часов в сутки. Мы справились с этим заданием, было круто. Нижнекамских волонтеров поблагодарили за помощь в организации Чемпионата мира по футболу. О впечатлениях участников расскажет Гузель Вазиева. Грустить или веселиться? Скорее бы осень, скорее бы осень. Как избавиться от осенних андрей, расскажет Айселуха Физова. Этим летом вся страна была охвачена футбольной лихорадкой. Не остались в стороне и нижнекамцы, учащиеся в многопрофильного колледжа, побывали на Чемпионате мира в качестве волонтеров. Эти дни стали для ребят самыми незабываемыми, а на днях их еще и наградили за активное участие. Со студентами пообщалась Гузель Вазиева. Ни одно масштабное мероприятие не обходится без волонтеров. На Чемпионате мира по футболу, который прошел в России, этим летом приняли участие 30 волонтеров из Нижнекамска. 22 из них обучаются в многопрофильном колледже. Соревнования подарили им не только кучу позитивных эмоций, но и опыт. Среди волонтеров в основном будущие повара. Именно с едой была связана их работа в Дни Мундиаля. Андрей Мочелов, как и другие студенты колледжа, работал в Казань-Арене. Стоял на линии раздачи. Признается, было нелегко. Очень было тяжело. Стоять на ногах, ну как, ну это профессия повара, целый день стоять на ногах. Ну мы справились с этим созданием, было круто. За помощь в проведении чемпионата Андрею, как и всем остальным волонтерам колледжа, вручили благодарственное письмо. За период проведения чемпионата в Казань-Арене они накормили около 100 тысяч человек. Нагрузка такая, что вот за матчевый день, когда и шла игра, они на раздаче обслуживали 5000 человек в двухрежимном питании. Представьте, они даже убирать не успевали, как им надо было накрывать. Они просто работали все время в онлайн. Я помню, что в день матча они перемыли 600 килограмм фруктов. Екатерина Ачаева была поваром холодного цеха, делала салаты. Несмотря на загруженность, о чемпионате только положительные воспоминания. Впечатления прям не описать. Мне очень все понравилось. Нашли очень много друзей, работали. Матчевые дни мы приходили в 3 часа утра, можно сказать, на такси приезжали, нам такси заказывали. Сейчас многие волонтеры готовятся к следующему крупному мероприятию, который пройдет в Казани уже в следующем году. Чемпионат мира по рабочим профессиям WorldSkills. Осенняя хандра. Правда или вымысел с уходом теплых дней и увяданием природы каждый пятый житель страны ощущает упадок сил и ухудшение настроения. Как влияет осень на нижнекамцев? Ответы из Калая-Селуха-Физова. Осень. Пожалуй, самая загадочная пора. Для кого-то это время грусти. Просмотр мелодрам с чашечкой горячего чая. Или вовсе хандры и меланхолии. А кого-то, наоборот, посещает муза и наступает творческий подъем. Почему-то осень принято считать хмурой порой. На улице становится холодно, а листва опадают, то и дело льет дождь. После солнечных летних дней все это нагоняет на людей тоском, но только не на нижнекамцев. А осень-то у меня любимое время года просто. Как у Пушкина. Осень мы любим, да? Ага, я родилась, люблю. Вообще красиво, очень позитивно. Положительно отношусь к ней. А что вам нравится? Краски осенние, то есть цвет листьев. Осень мне очень нравится. Почему? Потому что у меня в ноябре день рождения. И я думаю, скорее бы осень, скорее бы осень. Осень хорошая погода. Ни мух, ни гомаров. Само то. А мне нравится. Нравятся ее цветы, красный, желтый. Это такая радость. Вы знаете, жить мне 81 год, и я так наслаждаюсь природой. По словам психологов, осенью хандрит каждый пятый. Дело в том, что происходит замедление биологических ритмов организма. Когда на улице темно, холодно и сыро, хандрить начинают даже закоренелые оптимисты. Так и хочется закутаться в теплое одеяло и проспать до самой весны. Основная причина сезонной тоски – недостаток солнечного света. Любой малейший стресс для нас действует для организма таким образом, в плане того, что настроение может падать. И лето у нас, еще раз повторяюсь, солнца очень много. То есть мы питаемся от периода и отпуска как раз-таки на летнее время. А у нас сейчас идет, организм перестраивается к зимнему периоду. Поэтому много факторов, конечно. Очень важно уметь отличать обычную сезонную хандру от депрессии. Депрессия – серьезное заболевание. Если упадок сил длится больше двух недель, наступает быстрая утомляемость, нарушается сон, следует незамедлительно обратиться к специалистам. Да и с кондрой тоже шутки плохи – запускать нельзя. А вообще надо научиться радоваться осени. Не пренепрегайте прогулками в солнечный денек. Старайтесь по максимуму гулять на улице, на свежем воздухе. Если нет такой возможности, нужно, чтобы дома было светло и ярко. То есть создать такую обстановку. Яркие цвета, тарелочки, возможно, там какие-то из посуды, из чего вы кушаете. Доказанный яркий свет, независимо от источника, улучшает настроение. Занятия спортом. Регулярные занятия спортом вырабатывают в организме такой гормон, как серотонин, гормон счастья. При этом при физических нагрузках снижается уровень стресса, гормонокортизола. А слуха физволи, Сан Саитова, Роман Мальцев, телеканал «Нефтихим». У меня на этом все. Если вы нуждаетесь в помощи для решения проблемных ситуаций, или у вас есть интересная информация, которую вы хотели бы поделиться, звоните в нашу службу новостей по номеру 377-00. Наши сюжеты, программы и другую интересную и полезную информацию смотрите. Читайте на сайте холдинга «Нефтихимедиа» медианкнх.ру, а также в группе ВКонтакте и в Инстаграм. Все адреса вы сейчас видите на экране. Подписывайтесь на нас и будьте в курсе всех событий. А хотите делать новости вместе с нами и получать за это деньги, снимайте интересное видео о том, что происходит в городе. Присылайте его на номер 8-987-410-37-37 с кратким описанием. Ваша новость у ВИД «Тысяча горожан». Программа Вилай Радсалимов. До встречи в эфире. Все вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова